уважаемые девы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 24 по 30 июня включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера поэтому расклад подойдет как женщинам таким мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать характеристики этой недели в общем дом семья работа взаимоотношения карьера финансы и возможные доходы и расходы внешний мир в отношении вас любая информация которая может быть скрытых факторах подведем итоги всей этой недели также в раскладе будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания та карта которую я достану самой последней после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос думать о своем желании вопрос должен быть всего лишь один кому нужно больше времени нажимайте на паузу а я приступаю к выкладке карт колода полностью готова и так ваша первая карта уважаемые девы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение ваша склад начинается с очень значимой знаменательной карты и это старший аркан правосудия это говорит о том что уже начало этого периода и в целом в течение всей этой недели перед вами могут стоять очень важные задачи решения которых начинается уже прямо с понедельника это говорит о том что нельзя что-то откладывать перекладывать переносить нужно что-то делать здесь и сейчас что-то решать по мере поступления того или иного вопроса заниматься им тут же сам по себе этот аркан говорит о том что у вас завышенные требования и к самому себе или к самой себе и также ко внешнему миру к тем людям с которыми вы взаимодействуете но и вас другие люди достаточно строго могут оценивать и вы должны соответствовать каким-то нормам чему-то тому чего от вас ждут другие люди в отношении себя вы хотите справедливости и этот аркан говорит о том что у вас завышенное чувство справедливости обостренное чувство справедливости вы сами для кого-то можете быть вот этой самой богини правосудия когда кто-то к вам обращается за помощью или за важным советом но и в вашем случае вашей жизненной ситуации скорее всего есть что-то то где вам тоже нужна чья-то консультация и помощь и в вашем случае эта карта может показывать любого специалиста в том вопросе который для вас важен если это юридические вопросы это может быть любой юридический консультант адвокат если на этой неделе для вас важно оформить или переоформить какие-либо бумаги документы на тем начинайте этим заниматься незамедлительно полностью контролируя ситуацию каким бы вопросом вы не занимались подходите ко всему с полной ответственностью для того чтобы потом не пришлось исправлять те ошибки которые могут быть допущены в этом периоде потому что этот аркан достаточно сложный и он может говорить о том что на сегодняшний день вам приходится корректировать что-то потому что раньше в чем-то были допущены ошибки либо ваши собственные либо ошибки других людей которые сейчас нужно исправлять но у ног богини правосудия мы видим белого голубя голубь мира и вы для кого-то можете выступать неким миротворцем в каких-то сложных вопросах любые даже самые сложные задачи вы должны решать максимально корректно конечно эта карта глубокого анализа эта карта может показывать разбор полета в вашей собственной жизни но и жизни других людей карта причин и следствий и она говорит о том что ничего не происходит просто так или ничего не происходит случайно сила действия равна силе противодействия поэтому что посеешь то и пожнешь поэтому поступайте с другими людьми по совести и чести так как вы хотели бы чтобы поступали с вами если у кого-то действительно есть спорные судебные вопросы они пока остаются открытыми и в них нужно вносить дополнительную ясность несмотря на то что какие-то задачи для вас могут казаться достаточно сложными я не вижу того чтобы они были неподъемными вы все можете решить и из любой ситуации вы можете найти выход а это не маловажно этот аркан говорит также и о том что все под контролем высших сил на входящие события для вас выпала карта рыцаря чаш а это говорит о том что если меня смотрят женщины в каких-то вопросах вас будет поддерживать мужчина это может быть друг это может быть кто-то из семьи родственник возлюбленный хороший знакомый человек от которого что-то может зависеть но этот человек идет к вам с добром с положительными эмоциями и этот аркан может показывать даже некую радость так как эта карта движения она может предполагать то что возможно кто-то из вас планирует на ближайшее время поездки связаны с отдыхом или просто с какими-то встречами важными для вас и в этом может быть заинтересован мужчина многих из вас может волновать также тема любви и личных отношений так как все-таки рыцарь кубков это рыцарь любви если говорить о мужчинах девах эта карта говорит о том что для вас важно в этом периоде творчески самовыражаться быть открытыми с теми людьми которые вас любят которые всегда готовы вам помочь и при этом если кто-то к вам обращается за помощью также кому-то не откажите возможно даже в середине этой недели кто-то из вас позволит себе перерыв на отдых это тоже возможно все зависит от того насколько правильно вы свою жизнь планируете а первый аркан карта правосудия вас уже призывает к тому что уже сначала неделю у вас должен быть четкий график всех ваших дел на текущую неделю и даже на последующую неделю несмотря на то что по первой карте мы видели очень важные задачи максимальную собранность концентрацию на чем-то главном для вас здесь я вижу легкость радость непринужденность то есть будет то что вас порадует в центр вашего расклада ваши кармические задачи выпала восьмерка жезлов тоже очень активная карта при этом она окружена двумя положительными арканами это тройка кубков и карта старшего аркана жреца все это говорит о том что будут еще какие-то новости которые прибавят вам и сил и уверенности а по восьмерке жезлов я вижу что вы весьма уверены в себе вы четко знаете чего вы хотите от жизни и самое важное что вы знаете как этого достичь или как этого добиться те сомнения или те вопросы которые были по первой карте или те противоречия которые были здесь уже по центральной карте многие из них решены не без помощи высших сил не без вашей внутренней веры но и не без ваших собственных действий восьмерка жезлов призывает вас к тому чтобы в этом периоде вы были максимально активны максимально общительны чем больше вы будете активны тем лучше для вас те вопросы которые для вас наиболее важны проявляйте в них максимальную инициативу привлекайте к своим проектам других людей заинтересовывайте своими идеями других людей потому что ваши идеи ваши мысли могут быть интересны кому-то и эта карта может показывать достаточно плодотворное сотрудничество с другими людьми очень много информации вы постоянно в потоке этой информации находитесь возможно что-то решается через соцсети с помощью интернета тоже может быть очень много общения и изучения может быть кто-то работает дистанционно также эта карта может показывать дороги как на близкие так и на дальние расстояния которые у кого-то могут состояться уже на этой неделе а у кого-то это то что в планах но это произойдет также в ближайшее время и вы я вижу что к этому готовитесь в вашем раскладе выпало очень много фигурных карт а это говорит о том что вы будете общаться с большим количеством людей но с кем бы вы не общались по центральному аркану вы будете чувствовать себя уверенно и гармонично вот этот посыл гармонии и уверенности вы должны нести во внешний мир возможно еще кого-то вы должны суметь в чем-то поддержать кому-то придать уверенности и сил и ваше слово для кого-то может быть значимым или весомым или какие-то ваши решения могут быть для кого-то значимыми то что касается вашего финансового поля ваши финансы во многом защищены так как в дом ваших финансов выпла карта старшего аркана папы эта карта может вам прежде всего говорить о том что свыше вам помогают но есть конкретный человек на которого вы можете рассчитывать и возможно не один человек с которым вы связаны либо работой либо финансами я вижу что на будущее по доходам по заработкам вы хотите что-то развивать и может быть по этому поводу у вас кем-то идет большое общение эта карта может показывать целые группы людей в которые это может быть друзья по интересам это может быть единомышленники люди которые разделяют ваши планы мечты и надежды то что касается финансового поля и возможности ваши доходы увеличить это действительно реально на будущее я вижу что вы будете делать какие-то подсчеты расчеты для того чтобы в чем-то не ошибиться и кропотливая работа будет проводиться над чем-то даже те кто не работает по карте верховного жреца я также не вижу вас без денег этот аркан может показывать любые выплаты от государства также если в этом периоде кто-то из вас оформляют любого рода льготы субсидии дотации документы связанные с оплатами это возможно сделать и кто-то вашим вопросом будет заниматься получить желаемое сможете если говорить о женщинах в каких-либо финансовых вопросах вам также стоит заручиться поддержкой мужского лица если говорить о мужчинах девах то по этому аркану очень много зависит от вас самого но есть еще один человек который вам всячески будет способствовать и в работе и в любых текущих делах может быть это человек старший по возрасту в чем-то более опытный мудрый или грамотный человек который для вас может являться в чем-то проводником наставником или даже учителем если говорить о женщинах девах то на вашу жизнь может влиять как минимум два а то и три мужских лица потому что в большом кресте я вижу карту императора для женщин которые в супружестве карта может показывать супруга для тех которые в свободном поиске любого другого человека с которым вы можете быть связаны внешним миром работой любыми другими делами в скрытых факторах я также вижу еще и короля кубков это может быть любой родственник друг также знакомый близкий для вас человек и есть еще рыцарь мужчина помоложе даже два рыцаря два мужских лица это говорит о том что на этой неделе у вас с кем-то могут быть важные разговоры переговоры какие-то может быть даже спорные вопросы которые будут обсуждаться довольно таки громко но положительно для вас что интересно что на внешний мир рядом с картой верховного жреца для вас выпала карта дьявола карта искусителя это говорит о том что в вашей жизни происходит постоянная борьба темных и светлых сил по дьяволу на вас может оказываться магическое влияние кто-то может пытаться энергетически вторгнуться в ваше приватное пространство поэтому вы должны уметь защищаться у вас очень хорошая защита по этой карте но возможно в чем-то ее стоит усилить потому что вот эти карты показывают конфронтацию двух сторон аспектов вашей жизни по 15 старшему аркану то что касается внешнего мира любых людей с которыми вы будете общаться будьте максимально хитры потому что по этой карте вас могут пытаться в чем-то использовать кто-то может что-то решать с помощью вас или за счет вас кто-то вам может внушать или какие-то свои страхи или свои ложные идеи или пытаться внушить вам что-то то что вам не нужно поэтому вы должны уметь отличать истинное от ложного во всем имейте свою точку зрения и не поступайтесь своими принципами об этом говорил еще первый аркан карта правосудия по дьяволу у вас могут быть враги во внешнем мире завистники или конкуренты и об этом говорит карта которую я вижу в скрытых факторах это ярко выраженный аркан пятерки жезлов который и предполагает конкуренцию борьбу в которой никто никому ни в чем не собирается уступать мы здесь видим воинов и каждый может чувствовать свое превосходство на вас действительно кто-то в чем-то может пытаться оказывать давление это то что может быть в будущем но это то что косвенно может происходить и сейчас как бы издалека все что касается любой информации особенно новой которая доходит до вас из внешнего мира любую информацию проверяйте потому что по дьяволу вашим сознанием могут пытаться управлять другие люди и вам кто-то действительно может внушать свои мысли также этот аркан может показывать любые интриги сплетни хитрости других людей возможно вам в каких-то вопросах которые касаются внешнего мира может быть даже стоит где-то кому-то подыграть но при этом вы должны делать то что важно вам я не вижу того чтобы вы промахнулись в каких-либо финансовых сделках любые финансовые манипуляции должны быть успешны но ваш успех кому-то может рвать глаза и вызывать чувство зависти и злобы по вот этой карте давайте также возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто работает и те кто пока не работает что вам нужно знать для тех кто при работе для вас выпала карта шестерки пентаклей карта очень хорошая для рабочей сферы потому что она говорит о заработках доходы будут сто процентов и вы здесь выступаете как лицо покровительствующая или помогающие другим людям потому что кто-то очень с большой благодарностью принимают то что вы делаете а вы в чем-то поэтому аркану проявляете некое благородство если вы работаете на кого-то в этом периоде хорошо к своему начальству к вышестоящему руководству обращаться с любыми просьбами вы будете услышаны но если на вас работу другие люди или от вас зависят другие люди умейте прислушиваться к просьбам других людей грамотно ведите свои дела я вижу что многие из вас готовы вкладывать свою работу если вы работаете на себя может быть вы хотите вкладывать деньги в какие-то дополнительные проекты чтобы деньги работали на вас это тоже правильные решения я не вижу того чтобы работая вы теряли очень много энергии по этой карте а это может говорить о том что вы правильно свою энергию в этом периоде перераспределяете или разделяете все планировано все по плану все под вашим контролем конечно же карта предвещает доход и стабильное положение для тех кто без работы но вы в активном рабочем поиске что нужно знать вам касательно работы пока скорее всего какие-то предложения будут отсекаться так как выпала карта 13 старшего аркана управляет этой картой сатурн который может в чем-то ограничивать ваши возможности и эта карта призывает вас к тому чтобы вы что-то поменяли в своей жизни и в своем сознании для того чтобы что-то новое или другое впустить свою жизнь потому что так как вы жили раньше или то чем вы занимались раньше может больше не иметь значения и карта предполагает перемены масштабные и возможно даже для кого-то из вас болезненные карта смерти не говорит для вас о смерти на физическом уровне потому что вопрос был задан согласно работы обращаю ваше внимание на то что в расклад выпало достаточно много положительных карт это и рыцарь кубков и восьмерка жезлов которая говорит о том что на многие жизненные направления открывается зеленый свет но по этому аркану вам все еще что-то мешает у тех кто при работе там другая ситуация здесь есть блоки мы здесь видим красный фонарь у вот этой женщины с косой которая говорит о том что вам есть о чем подумать есть о чем поразмышлять если в какой-то момент вы будете нуждаться в помощи вам самому или самой сложно найти для себя подходящую работу или сложно принять какое-либо решение которое может повлиять на вашу дальнейшую судьбу по вот этой карте вам стоит с кем-то посоветоваться в вашем окружении есть такой человек с которым пообщавшись вы получите больше уверенности но страхи конечно же по этому аркану в какой-то степени все же могут присутствовать и вы с этими страхами должны уметь бороться этот аркан может говорить о том что вы боитесь в какой-то степени перемен вы боитесь потерь может быть вы что-то теряли ранее и вообще эта карта показывает жизненные испытания которые выпали на вашу долю но я самого начала говорила о том что нет вопросов для вас не подъемных или не разрешимых аркан призывает вас к неким изменениям давайте для вас возьмем еще одну карту на совет и эта карта двойки жезлов она может говорить о том что жизнь вам предоставит некие шансы возможности по работе варианты будут скорее всего ни один не спешите правильно оцениваете свои возможности если вы например хотите начать свой бизнес или свое дело явно тех денег которые у вас есть наличие вам может не хватать поэтому тут нужна помощь спонсоров какие-то вливания чей-то дополнительный совет ну и в целом эта карта говорит о том что не торопитесь да все то что было раньше не имеет значения и об этом сказал первый аркан но я вижу что вашей голове уже появляются какие-то правильные идеи правильные мысли которыми вы сможете воспользоваться чего я вам и желаю если меня смотрят тем кто по каким-то причинам дома или вы например на пенсии работу вы пока не ищите что нужно знать вам для вас выпла карта колеса фортуны карта удачи карта движения и многие из вас даже будучи дома не сидят без дела я уже говорил о том что чем больше вы будете активны тем лучше эта карта может показывать любой новый источник дохода спонтанные или неожиданные возможности и предложения из внешнего мира которые могут исходить в отношении вас это могут быть какие-то ваши идеи которые в этом периоде или ближайшее время вы сможете развивать но при этом по этому аркану у вас должны быть полностью закрыты все прошлые дела и прошлые проблемы только тогда вы легко и свободно будете двигаться вперед те у кого на сегодняшний день есть дополнительный источник дохода вы можете что-то финансово увеличивать вы можете в какой-то степени рисковать и ваш риск будет оправдан то что касается любого рода инвестиций если вы во что-либо вкладываете деньги я не вижу потерь но вы должны опять-таки это делать грамотно и разумно потому что все же рядом с финансовой карты мы наблюдали старший аркан дьявола если говорить о женщинах в таких вопросах вам понадобится помощь мужчины или совет мужчины то же самое касается и купли продажи крупных объектов движимого или недвижимого имущества здесь все это по этим картам возможно но опять-таки делаете все очень разумно если у кого-то есть долги или кредиты я не вижу того чтобы вы не смогли свои долги или кредиты закрыть но если меня смотрят женщины вам стоит заручиться поддержкой или помощью мужчины есть человек который мог бы помочь вам с выплатами то что касается новых кредитных линий я не вижу того чтобы вы их оформляли но если говорить о неком частном лице если вы у кого-то попросите на что-то дополнительную сумму денег вам не откажут но я не вижу того чтобы вы просили вы еще сами кому-то можете что-то дать в отношении вас я также вижу чью-то восторженность об этом говорит тройка чаш вы можете быть в центре внимания в центре каких-то событий может быть ваши определенные действия одобряет кто-либо общественность или конкретные люди с вас могут брать пример и на вас могут равняться и это тоже дорогого стоит по этим картам вы можете неплохо поработать и неплохо отдохнуть в ближайшее время но теперь перейдем вашу личную жизнь начали те кто в паре для тех кто в паре выпала карта императора и выпала карта тройки кубков в вашем доме вашей семье все стабильно даже что-то положительно может меняться потому что в доме будет радость по тройке кубков у вас могут быть гости вы кого-то можете ждать приглашать звать если говорить о женщинах в этом периоде очень много зависит от вашего супруга и этот человек не уходит от каких-то своих обязательств или ответственности в чем-либо но если ваш мужчина что-то делает для него очень важно чтобы его постоянно хвалили чтобы вы его постоянно в чем-то поддерживали он должен быть фигурой номер один потому что ваш мужчина хочет чувствовать себя важным и значимым при этом он действительно может многое делать для дома или для вас но не без каких-либо манипуляций вами очень часто перетягивая все внимание на свою собственную персону где-то забывая каких-то ваших потребностях и нуждах но при этом все выглядит так как будто бы в отношении вас большая опека большая любовь и ваш супруг хочет чтобы во всем вы ему безоговорочно верили тройка кубков может предполагать то что в отношении вашей второй половины кто-то может посматривать или поглядывать то есть кто-то вам может составлять конкуренцию но по этой карте если меня смотрят мужчины вы в себе очень уверены если говорить о женщинах которые в браке вы сейчас должны сконцентрироваться на себе вы должны себя любить и баловать и своему мужчине об этом вы должны напоминать что вам что-то нужно и ваш мужчина вам не будет отказывать у вас могут быть общие планы общие задачи и общие цели если говорить лично о вас в вашем сознании или подсознании могут быть мысли о ком-то еще но пара ваша сохраняется хотя в ваших отношениях не всегда бывает спокойно иногда бывают целые бури эмоции но теперь перейдем к нашим свободным девам и посмотрим что у вас для свободных где выпла карта рыцаря жезлов шестерка мечей и карта семерки монет три благоприятных карты которые говорят о том что многих из вас ожидают дороги на ближайшее будущее либо кто-то уже сейчас в состоянии разъездов потому что я вижу две карты движения эти карты могут показывать активность целом если у вас есть собственный транспорт вы часто за рулем это могут быть какие-то срочные дороги может быть вам срочно куда-то нужно будет поехать вы с кем-то будете иметь разговор когда нужно быстро принять определенное решение но любые дороги пойдут вам во благо я не вижу неудач или того чтобы вы не могли осуществить задуманное по шестерке мечей возможно кто-то из вас преодолевает даже большие расстояния эти дороги это не ваша прихоть а скорее всего необходимость рядышком с вами есть еще один человек за которого вы в ответе это может быть ваш ребенок это может быть кто-то из вашей семьи это может быть кто-то для вас достаточно близкий то что касается рабочих процессов для тех кто либо работает либо что-то меняет в основной работе то же самое есть два человека с которыми вы постоянно что-то по текущим делам обсуждается семерка монет предполагает ежедневный труд старания усердия в каких-то процессах важных для вас те кто работает вы очень много можете успевать и по работе и в доме и по разъездам что-то тоже решится то что касается личной жизни для тех кто на сегодняшний день встречается карты могут говорить о том что вы со своим партнером либо на расстоянии либо человек приезжает и уезжает но есть взаимное желание видеться есть притяжение и напряжение в какой-то степени потому что вы оба в этих встречах нуждаетесь конечно отношения будут развиваться и мужчина для этого будет делать много если говорить о женщинах вам по этой карте остается только ждать и надеяться но закрывает расклад карта тройки мечей а это все-таки говорит о том что в личной жизни у кого-то из вас могут еще быть испытания это касается и те кто в паре и те кто в свободном поиске и за свое счастье или за свою любовь вам еще может предстоять борьба скрытых факторах мы видим пятерку жезлов двойку монет и карту короля кубков и если говорить о женщинах у вас может быть выбор как минимум между несколькими мужчинами если говорить о мужчинах есть конкретно женщина которая нравится вам кто-то вам также может составлять конкуренцию скорее всего в отношении своей личной жизни вы захотите разобраться что-то выяснить но эти выяснения могут перерасти в конфликты если вы сейчас находитесь в состоянии треугольников и вам нравится человек который не свободен просто так вам этого человека не собираются уступать противоположная сторона или если вы сейчас в отношениях и вы хотите из них выйти это сделать достаточно сложно то что касается личного я вижу что вы закрываете уши и вам хочется закрыть глаза вам чего-то не хочется слышать или чего-то не хочется знать но есть какие-то факты которые на лицо которые невозможно скрыть и то что касается личной жизни своим страхом вы должны посмотреть в лицо и в своей личной жизни все-таки навести порядок поверьте что для вас это возможно но на ближайшее время может быть очень много нервов Двойка монет в скрытых факторах говорит о том, что вы постоянно будете при деле. Финансы не всегда могут быть стабильны, то больше, то меньше, то есть, то нет, но всё равно вы финансово будете на плаву. То, что касается личной жизни, повторюсь, меня могут смотреть женщины, в жизни которой есть не один мужчина, даже если это один человек, этот человек постоянно манипулирует вашими чувствами. Даже если вы хотите с кем-то разорвать отношения, это крайне сложно, потому что здесь есть некая зависимость друг от друга или, может быть, есть страх жизненных изменений. Ну а теперь давайте посмотрим, что в дополнительном совете или форс-мажоре. На дополнительный совет для вас выпла королева мечей. Это карта женщины-воина, и она говорит о том, что если меня смотрят женщины, вы должны во многих вопросах проявлять характер, твёрдость воли, смелость и уверенность. Может быть, пришло время в чём-то действительно расставить точки над «и». Ваши предчувствия вас ни в чём не обманывают, и интуитивно многие вещи вы чувствуете и понимаете. Эта карта показывает вашу дальновидность, умение просчитывать какие-то варианты, умение правильно аналитически мыслить и умение не давать кому-то садиться себе на голову. Если говорить о мужчинах, то на вашу жизнь будет влиять вот такая сильная и независимая женщина, которая характером и волей может быть гораздо сильнее многих мужчин. Ну а теперь посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана колесницы, и это ответ «Да». Сама по себе карта дорожная, эта карта показывает прорыв, возможности, то, что ситуацию, которая вас волнует, вы сумеете не управлять, но в какой-то степени что-то в вашем вопросе может зависеть и от мужского лица, или от воли мужчины, или от помощи мужчины, если меня смотрят женщины. Но вы и сами способны что-то полностью контролировать. Если говорить о мужчинах, то очень многое в вашем вопросе зависит от вас самого, больше уверенности, больше характера, всё получится. Эта карта, конечно же, победы в любом вопросе. Мы здесь видим царственную особу, которая несётся на огненной колеснице, поэтому в вашем деле будет большая скорость, большие возможности, но в то же время и большие искушения. Но ответ да. Как совет, карта может говорить о том, что стоит ускориться. Давайте также традиционно обратимся к оракулу и спросим, что ещё на ближайшее время вам нужно знать. Несколько карт в произвольном порядке. Карта луны, восьмёрка червей, шестёрка пик. Кстати говоря, эти карты могут показывать дальнюю, или вечернюю, или ночную дорогу. Что мы здесь ещё видим? Девятка треф. Беспокойство будет либо по деловым, либо по каким-то финансовым или рабочим вопросам. В работе тут тоже могут быть какие-то манипуляции. И внутри семьи эти манипуляции тоже есть на постоянной основе. Карта змеи выпала, королева треф. Для женщин это особа, которая крутится рядышком с вами, которая может в чём-то для вас представлять угрозу, и может говорить о том, что у вас может быть очень умный, коварный и опасный враг. Поэтому вы сами в хитрости и в уме не должны кому-то уступать. По вот этой карте, возможно, вы должны обезвредить некую змею, которая является королевой треф. Женщиной опасной для вас и лживой по карте лисы. И, скорее всего, с этой женщиной вы можете пересекаться либо по работе, но и возле вашего дома есть такая дама. Может быть, это две абсолютно разные женские особы, но от двух этих женщин идёт зависть, сглаз и возможные любые манипуляции. Поэтому прислушайтесь к советам карт. Также эти арканы в какой-то степени могут показывать вашу безопасность или защищённость ваших позиций в чём-либо, а кому-то это может не нравиться. В рабочих деловых вопросах я вижу, что могут возникать какие-то подводные камни, поэтому во всём будьте бдительны, внимательны и аккуратны. Эти карты могут показать большую ложь или большой обман с последствиями. Возможно, это какая-то ситуация прошлого, но, может быть, это и сейчас чьи-то интриги рядышком с вами по лисе и по змее. Если вы понимаете, кто является вашим прямым врагом, сделайте вид, что вы этого не видите или не понимаете и наносите удар вашим врагам тогда, когда они этого ждут меньше всего. Видите, не случайно всё-таки в ваш расклад на внешний мир выпала карта 15-го старшего аркана. Уважаемые девы, таким для вас был расклад на этот период. Благодарю вас за просмотры. Всем хорошей недели. Подписывайтесь на мой канал, все те, кто ещё не подписан. Ставьте лайки за проделанную мою работу. И я, конечно же, вас всех жду на следующей неделе. Всем удачи и до свидания.